Война США с Китаем в пятом поколении 30 мая 2019 года военно-промышленный курьер войны США с Китаем в пятом поколении Казешпели найдется всегда Спасти человечество от помещения в микроволновку или просто устранить конкурента Какую цель преследуют Соединенные Штаты, начав очередную спецоперацию против Китая? Для начала давняя, но весьма поучительная история В 70-е годы прошлого столетия в Советском Союзе и Западной Европе были построены сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и Конкорд Гражданская авиация во всем мире переживала бум, число пассажиров стремительно росло, все хотели летать быстро и с комфортом Казалось, что новым машинам гарантирован небывалый коммерческий успех Но не тут-то было Америка свой суперсоник не построила, зато преуспела в производстве больших дозвуковых Боинга Конкурентов из Старого Света устранили элегантно и просто Были приняты международные нормы, ограничивающие на местности шум от двигателей и величину звукового удара, возникающего при полете на сверхзвуке И как-то так получилось, что этим нормам сверхзвуковые лайнеры не соответствовали Поэтому Ту-144 мог летать только над нашей страной, а Конкорду пришлось довольствоваться трансатлантическими рейсами из Парижа и Лондона в Нью-Йорк Благо почти вся трасса проходила над океаном Сегодня похожую ситуацию мы видим в сфере Икт Компания Хуай Бесспорный лидер в области технологий 5G Но звездно-полосатые делают все возможное, чтобы сдержать конкурента 15 мая Дональд Трамп подписал указ о защите информационно-коммуникационных сетей США от иностранных угроз Сразу вступивший в силу, он позволяет накладывать запрет на коммерческие сделки, представляющие, по мнению американской администрации, угрозу для национальной безопасности Как заявили в пресс-службе Белого дома, цель указа защитит Америку от иностранных противников Читай Хуай и ЗТИ Которые активно и во все большей степени создают и используют в своих интересах уязвимые места в информационно-коммуникационной инфраструктуре Вскоре о прекращении сотрудничества с Хуай объявила компания Google Затем к блокаде примкнули производители процессоров ARM, Intel и Qualcomm Но это все полумеры Теоретически у Хуай есть возможность заменить Android собственной операционной системой и даже наладить выпуск нужных процессоров или найти их на стороне Нет, проблему сдерживания Китая надо решать кардинально, как с суперсониками И такое решение нашлось Оказалось, что смартфоны 5G работают в том же диапазоне частот, что и метеорологические спутники Как утверждает газета, ссылаясь на экспертов из Национального управления океанических и атмосферных исследований и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Сети 5G будут вносить помехи и влиять на точность измерения таких параметров, как концентрация водяного пара в атмосфере, площади ледников, скорость таяния льдов, толщина снежного покрова, скорость направления ветра, количество выпавших осадков и ПР По оценкам специалистов, точность прогнозов снизится на 30%, что фактически отбрасывает человечество в предсказаниях погоды на 40 лет назад А это может привести к трагическим последствиям, когда дело касается прогнозирования ураганов, способных приводить к масштабным разрушениям и человеческим жертвам У людей, оказавшихся в зоне стихийных бедствий, будет на 2 или даже на 3 дня меньше на подготовку к катаклизму или к эвакуации Если из-за неточного прогноза какой-нибудь штат США серьезно пострадает от урагана, отношение общества к сетям 5G предсказать несложно Пока эта проблема имеет скорее академический интерес Но если вдруг из-за неточного прогноза какой-нибудь город или штат США серьезно пострадают от урагана, а тем более, если будут жертвы, отношение общественности к сетям 5G предсказать несложно Чем не, казиспели, вполне законное основание запретить и не пущать 5G А ураганы в районе Мексиканского залива случаются регулярно Самый разрушительный, Катрина, пронесся в 2005-м, причинив тяжелый ущерб новому Орлеану Под водой оказалось около 80% площади города Погибли 1836 человек Экономический ущерб составил 125 миллиардов долларов Есть еще один весомый аргумент против 5G медицинский Каждое новое поколение сотовой связи, чтобы обеспечить передачу больших объемов данных, использует все более короткие волны А чем короче электромагнитная волна, тем опаснее для живого организма Кроме того, с уменьшением ее длины сокращается и радиус действия приема передающих устройств Значит, базовые станции придется строить близко друг от друга, на расстоянии нескольких сотен метров И мы будем жить внутри гигантского электромагнитного поля С учетом физических свойств излучения 5G фактически внутри микроволновки Насколько вредны эти частоты для человека? Медики утверждают, что очень, но официального заключения, а тем более запрета, нет Беспроводные технологии и слишком большой бизнес, бешеные деньги Но голоса недовольных звучат все чаще и громче Например, на сайте одной из инициативных групп S-Island Было опубликовано обращение в Европейскую комиссию с предложением вести мораторий на увеличение количества сотовых антенн для планируемого расширения сетей 5G В нем выражалась обеспокоенность последствиями для здоровья в связи с более высоким радиационным уровнем, оказывающим негативное воздействие на человека Главные риски онкозаболевания – бесплодие, появление мутаций, болезни глаз и кожи, нарушение обмена веществ, ослабление иммунной системы Если все же проведут объективные исследования, и опасное воздействие технологии 5G будет доказано, тут уж никакой «казиспели» не понадобится Константин Герайщенко, газета «Военно-промышленный курьер» Право на данный материал принадлежат «Военно-промышленный курьер» Материал размещен правообладателям в открытом доступе Константин Герайщенко, газета «Военно-промышленный курьер»